Привет-привет! С вами снова Марина, и я рада, что вы смотрите за успехами в продвижении этой картины, этой работы. Ну что, можно сказать смело, что половина чайничка уже позади. Вот такой красивый получается и фон, и рисунок очень приятный, яркий, прям такие цвета, такие сочные, очень здорово выкладывать. Мне прям нравится, я получаю удовольствие. Единственное, много стразиков, которые выскакивают, и периодически приходится прям проходиться, поправлять их. Вот, вот даже один остался у меня на пальцах. Не знаю, может быть, как-то я не совсем правильно их выбираю, и попадаются какие-то бракованные, но мне кажется, как будто бы их прям очень-очень много бракованных. Вот. Так что, в этом плане что-то я немножко недовольна, но рисунок прям отличнейший получается. Вот, я немножко обрезала вот эту вот липкую, как это, защиту липкого слоя, потому что, ну, здесь у меня уже все выложено, и пленочка просто мешается, когда я продолжаю работу. Вот, осталось, в принципе, немножко доделать. Сейчас я попробую как-то, ой, не помечается. Вот, ну, осталось, да, половина, половина чайника. Вот, так, наверное, плохо все равно вам видно, но, тем не менее, осталось полотни из чайника и фон. Тут какие-то даже красивые цветы где-то должны быть. Вот. Если хотите, оставайтесь со мной, и немножко повыкладываю, и попробуем поболтать. Сейчас единственное, только я как-нибудь сделаю так, чтобы вам было хорошо видно, как стразики прилипают на липкую основу. Ну, а что, я села поближе к вам и камеру поставила так, чтобы вам было видно, что конкретно я выкладываю. Вот, я взяла для начала черный цвет, а там посмотрим, сколько успеем, потому что, как всегда, я снимаю, выкладываю во время сна моего ребенка, потому что другое время, к сожалению, пока это невозможно сделать. А, кстати, оставляйте обязательно комментарии, о чем вам больше хочется слушать в тот момент, пока я выкладываю стразики. Вот, потому что, мне кажется, ну, есть какие-то все равно у всех и вопросы, и не только те темы, которые интересны мне. Ну что, я уже немножко продвинулась в плане формирования таких классных длинных колоночек, вот, и очень приноровилась я к вот этой вот насадке. Я ее называю шваброчка, вот, и вот прям отлично так цепляются стразики. Ох, что-то пошло не так, только я ее похвалила, как все сразу поотваливалось. Наверное, надо ее просто перезаправить. Вот, и мы сейчас с вами прямо так, хоп, и поставим целый ряд. Оп, вот. Я почему-то всегда потом еще поправляю, потому что мне кажется, что шваброчкой неплотно они приклеиваются, хотя, честно говоря, вот все стало идеально. И да, вот эта штука, конечно, шуршит постоянно, меня немножко отвлекает, но что поделать. Наверное, в этом плане картины, которые Хоакан отправляет, ну, вообще с Алиэкспресса, они в основном все заклеены белой бумагой, и, наверное, это менее шуршащая, раздражающая вещь. Вот, я жду, хочу начать выкладывать пиончики, вот, там как раз квадратные, по-моему, стразики должны быть, потому что я что-то соскучилась по квадратным стразикам, мне кажется, это сейчас будет прям в удовольствие большое. Вот. И также я очень хочу попробовать выкладывать такими, как это, блестящими стразами, да. Я видела, что в Галамарте продаются такие наборчики, и тоже, кстати, они там не очень дорогие, там по 370, по-моему, рублей, 379, вот. Но что-то у меня рядом с домом есть один Галамарт, и там только розы есть в наличии, а розы мне показалось, что какие-то цвета не совсем мне подходящие, что ли. Ну, в общем, не знаю, пока не решаюсь на покупку этого набора, ну, посмотрим, может быть, за неимением придется взять его, потому что хочется, хочется именно попробовать, как это получается, картина из блестящих страз, и как это потом будет выглядеть в интерьере, потому что, ну, вот, в обзоре у девчонок прям очень мне нравится, красиво, так прям здорово они смотрятся, вот, так что не знаю, сейчас буду думать решиться на эту розочку. Там то ли одна роза, то ли несколько роз, но как-то мне почему-то показалось, что выглядит очень слишком ярко, наверное, так. Вот. А так, конечно, затягивает. Главное, себя вовремя останавливать. Всегда хочется очень много сразу купить, а я еще же это все не очень быстро делаю, поэтому у меня вот сейчас, получается, в запасе уже целых два набора лежит. Один это пиончики, вот, ну, пиончики я буду делать в подарок, вот. И еще я вот вчера купила птичку из Фикс Прайса, вот. Пион я покупала на Алиэкспрессе, вот. Ну, тоже в Алиэкспрессе еще пока ничего не пробовала выкладывать, и не знаю, как качество, понравится, не понравится, но надеюсь, что я останусь довольна, потому что в целом этого продавца все хвалят, вот. И набор такой очень классный, там инструменты хорошие, и цвета очень приятные, поэтому надеюсь, что смогу тоже вам смело рекомендовать этого, ну, и сам набор, и этого продавца, вот. Ну, и хоть, конечно же, хочется доделать часы, потому что у меня есть прям место, куда я хочу их повесить. Правда, муж пока мой не согласен с этим, но надеюсь, что найдем общий консенсус в этом вопросе. Вообще очень здорово, когда есть какое-то такое милое хобби, которым можно быстренько позаниматься, 15 минут отвлечься и получить удовольствие от этого, и как-то перезарядиться, и совсем с другим ощущением внутри, ну, как-то. Мне кажется, это вдохновляет на даже какие-то домашние дела, то есть ты не просто там, ну, условно, стираешь, гладишь, готовишь, убираешь, а ты что-то еще сделал для себя, и от этого очень, ну, так, внутри приятно, что ты, ну, как-то себя побаловал, что ли, вот. Ну, и потом, да, когда ты потом видишь готовую работу, и можешь повесить это там, или подарить, или, не знаю, да даже просто хранить где-то там в шкафчике, открыть и посмотреть периодически там, что ты сделал своими руками, это всегда приятно. Ну, что, наверное, сегодня будет такое короткое неинформативное видео, потому что, честно, и времени не очень много, и почему-то, когда я с вами болтаю, выкладываю гораздо медленнее, чем если бы я не болтала, вот, поэтому, наверное, сейчас немножко повыкладываю в свое удовольствие, и в любом случае оставайтесь со мной, я буду показывать дальше процесс работы над этими часами. Надеюсь, что уже совсем-совсем скоро будет завершение этой работы. Хотя, если я открою второй процесс и буду его делать в параллели с этим, то, наверное, завершение, как говорится, обычно говорят все, не за горами, так вот здесь мы как раз-таки за горами. Ну, посмотрим, как пойдет. Спасибо большое вам за внимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, следите за новым видео. Спасибо, всех люблю, обнимаю, хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok